ко мне обращаются партнеры новички в основном скайпе и пишут а вот что вот мы на на ю тубе там посмотрели ролик это что правда не сегодня один парень пишет да если бы я не был когда-то из казахстана парень если бы я не был когда-то мэром в небольшом городе то имел бы такой опыт управленческой деятельности то я бы повелся наверное я бы им поверил потому что хотя я понимаю что такое информационная война он правильное слово нашел информационная война значит я хочу сказать что я не буду никак реагировать на выпады в мой личный адрес совершенно я просто сейчас вам факты скажу скажу факты а вы включите мозги и подумайте сами своей головой если кто-то из присутствующих здесь колеблется сомневается кому-то трудно определиться или кто-то уже принял не дай бог решение и решился вступить еще и в ту компанию то это ваше личное дело это ваше право я вам рекомендую вы сейчас только только так тихонько это сделаете посмотрите но разумно поступить посмотрите проверьте на на деле на практике чтобы для себя лично вот сесть закрыться в комнате выключить компьютер и сверить вот факты просто взять факты сверить и тогда для себя примите решение а для всех остальных качестве профилактики я скажу вот такую вещь действительно сейчас наступает наступили уже давным-давно такие времена что революции совершается в интернете через твиттер через фейсбук через социальные сети легко и просто через интернет набрасывать информацию и пусть то потом они отмываются сказать про человека что он там какой нехороший неправда и все я был я сейчас в болгарии нахожусь совсем не вспомнил по этому поводу когда произошли события между грузией и россией когда грузия навалилась на южную осетию такие резкие события произошли да я был болгарии и болгарии стали спрашивать обращаться ко мне говорит слушай ты руснак русский а зачем вы напали на маленькую грузию и раз чего ты взял чтобы напали в это как раз не мы на не не россия напала напали вот грузины на южную осетию ночью на там то все зачем ты врешь вот вы все врете русские вот почему всегда такие лживые раз мы всегда такие лживые кто вас от турок освободил лживые кто памятников понаставил во всей болгарии русским воинам освободителя в двух войнах вот у них 6 сентября был день освобождения я так разозлился но потом думаю а чё я злюсь то люди то причем здесь им навязали эту информацию они были абсолютно 100 процентов все болгары вся европа была уверена что ночью вероломно россия включила минометы огнеметы и навалилась на маленькую несчастную грузию сейчас стало известно правда как было на самом деле сейчас там по затыкали рты и люди сегодня не болгары когда этой темы касается да да ввели в заблуждение война информационный я я был свидетелем в украине как образовывалась организовалась оранжевая революция как с ума все подходили все было настолько организовано быстро сделано что кричали такие вещи кричали сейчас что сейчас выяснилось что все не так некоторые по тюрьмам сидят я это все говорю вам надеюсь вы взрослые люди понимаете что когда человек затевает какую-то операцию неожиданную когда он действует каким-то тайным образом то для того чтобы обеспечить себе сегодня победу нужна информационная поддержка нужен информационный навал нужно оторвать от компании ffi от нашей команды прав тв побольше кусок чтобы перейти туда и сразу чек был хороший чтобы люди закупая новый товар сразу дали тебе хороший чек к сожалению это некрасиво это неправильно каждый еще раз повторю каждый свободен может кто-то не понимает о чем идет речь 2 сентября у нас 1 сентября неделю назад я здесь выступил и рассказал о тайных замыслах андрея шаура и сергея столбова наших платиновых партнеров о том чтобы перевести часть наших людей в новую компанию которая намеревается прийти на наш рынок с конкурентным продуктом вот и я сказал на прошлой неделе что каждый волен выбрать себе свою дорогу сам пожалуйста выбери будь свободен сегодня на прав тв опубликовал хорошую песню который пел сергей столбов вместе с курсантами спец тренинга в киеве шикарные слова мы команда прав тв мы победим мы свободны и так далее молодец сергей столбов а сейчас что-то вдруг завихрение в голове и вот решил что вместе с андреем шаура их наверное ввели в заблуждение они повелись и они решили что дальние поля зеленей и все лучше и вот сегодня и вчера мне массовом порядке стали присылать мои партнеры ссылку на ролик где андрей раскладывает по полкам нас меня и нашу компанию и команду прав тв и сегодня я хочу просто внести ясность какую-то я не буду касаться никаких личностей я просто внесу ясность от неведения от незнания гибнет народ написано в библии от незнания поэтому я как бы какую-то ясность несу свою точку зрения скажу я нормально отношусь к решению сергея и андрея шаура на перейти в другую компанию нормально конкуренция это хорошо нам нужен конкурент только не надо не надо обманывать людей вводите в заблуждение они обучаемые ребята конечно и андрей сказал что андрей сказал что вот олег григорьевич правильно нас научил берем лист бумаги делим пополам я на прошлой неделе так и говорит я всегда так принимаю важное решение я беру лист пополам пишу за и пишу против и сижу сижу над этим списком и все аргументы главные основополагающие фундаментальные выписываю себе на листок чтобы потом наглядно увидеть что мне говорит что нужно принять такое решение а что мне говорит что не надо принять решение и вот я увидел что андрей следуя моим рекомендациям делит лист пополам и что это там какие-то крестики шурую налево направо с одной стороны там где фай крестиков мало плюсов а где что-то какой-то значок непонятный мне одни сплошные кресты ну вот давайте мы крестики и порисуем с вами я не буду рисовать я просто скажу вот давайте самое главное фундаментально мы ведь не воздухом торгует мы занимаемся конкретными продажами продаем конкретный продукт нужные люди у нас есть продукт он называется mpg mpg продукты серии full freedom компания mpg mpg cups mpg boost два главных наших ударных продуктов значит вот я хочу вам сказать что я пользуюсь этим продуктом почти полтора года будет в конце октября полтора года я заявляю официально вот всем заявляю что никогда 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 если не будет найдено что-то лучше я уже без этого продукта ездить не буду я сделал себе запас продукты и у меня в семье три машины и все три человека моя дочь мой сын и я сам лично мы все в голос говорит что без буста ездить глупо кто-нибудь со мной согласен разделяет такую точку зрения причина одна потому что продукт для меня лично работает нужно быть или сумасшедшим или зазомбированным или лживым человеком чтобы сказать спасибо за поддержку чтобы сказать что продукт хотя бы не прекращает вонючий дым из трубы чтобы мощность не увеличилась чтобы не страшно было теперь заливать разбодяженный бензин чтобы я вот не знаю у кого из компьютере в машине компьютер чтобы когда ты залил продукт и залил бензин потом преснул туда продукт поехал и чтобы через 15 или 10 минут твой компьютер не начал отсчитывать назад ты проезжаешь километры а он тебе считает что тебе еще много надоед двигался 700 километров а через 10 минут у тебя уже на спидометре пока на компьютер показывают что ты можешь проехать не 700 а 800 а ты проехал уже 20 километров лишь и чем дальше едешь тем до какой-то точки количество километров которые еще предстоит проехать на остатки топлива все растет я не знаю надо быть полным полным лгуном чтобы с этим не согласиться продукт работает если бы продукт не работал друзья мои нас бы давно не было здесь сегодня на рынке идиотов не итак у нас продукт работы я ставлю крест теперь посмотрим на право кто-нибудь знает вот кто-нибудь из вас знает работает ли продукт который рекламировал рассказывал андрей неизвестно возможно работы возможно нет его нету на рынке его еще доказали итак у нас есть продукт который мы используем и работы у них нет продукта и и неизвестно работает он или нет возможно работает посмотрим . и так плюс минус я слышал правда отзывы что об этом продукте что когда туда его начинает использовать ацетоном воняет что результатов мало что я слышал но я не хочу сейчас говорить об этом потому что дождемся массовых результатов результаты это когда количество статистика есть большие числа начинают работ как у нас второе наш оборот когда мы зашли сюда на русском рынке оборот составлял 30 40 до 50 тысяч долларов в месяц когда мы начали работать был такой оборот во всем русском рынке я был первый на прав тв потом пошли другие люди и вот нас сегодня скоро будет 35 тысяч в 55 странах мира у нас действительно международный бизнес и сегодня наш оборот приближается полутора миллионов долларов в месяц 55 странах мира на первом месте стоит россия на втором украина это факты вы можете зайти на свой сайт открыть раздел отчеты для дистрибьюторов и посмотреть объем волю оборот все там видно мне известно доподлинно что оборот компании greenfoot которую создал дистрибьютор компании сфай точно также как эти двое наших ребят отколовшиеся от сфай составляет 300 тысяч долларов в год компания работает только в америке 300 тысяч долларов в год причина такого низкого оборота слабо работает продукт раз и неспособность его правильно продать 2 . 300 тысяч долларов в год весь расчет на россию что компания в россии ффай загнется и они тут победят но я думаю что они ошиблись далее итак у нас оборот очевидно известный у них в россии нет оборотов потому что они начали 2 сентября сегодня восьмое и продукты еще не сожалею что некоторые люди как будто и вот закрыли глаза и они как третье я хочу вас поздравить вот какой вещь чтобы вы понимали мы каждый месяц делаем ежемесячную активность 50 баллов это очень важный ход все все партнеры должны регулярно использовать продукт сами для этого делается вот этот вот это активность и потом подумайте такая ежемесячная обязательная активность она приводит к увеличению дохода и у нас есть возможность поскольку у нас большая линейка у нас 26 продуктов 30 продуктов 30 продуктов у нас есть и сейчас еще о двух продуктах нам в черногории сообщат у нас есть продукты по экономе топлива 5 у у нас есть продукты экологически чистый по уходу за автомобилем у нас есть про 9 у нас есть продукты по уходу за домом у нас есть продукты для ухода за внешностью косметика и и другие продукты для здоровья у нас есть продукты чай напиток короче говоря у нас большая линейка и когда мы делаем ежемесячную активность то мы пробуем разные продукты и у нас дом наполняется разными нужными на в жизни товары мы не затовариваемся одним бустом чтобы делать активность компании о которой в которую перебрали с два наших партнера и небольшая группа последовала за ним у у кого они все в порядке с разумением того что происходит на самом деле в этой компании им предлагается делать активность 60 баллов там все то же самое только 60 баллов а продукта два маленькие таблетки и большие таблетки маленькие таблетки и большие таблетки и они будут каждый месяц делать 60 баллов активности и затариваться если учесть что продукт продается плохо потому что в компании вот этой самой как она называется я уже не помню в ней лидеры говорят три месяца не выплачиваются чеки по причине отсутствия денег и лидеры массово выходят возврат большой в америке чуть что возврат чуть что возврат и они вынуждены возвращать продукт потому что он не срабатывает нету результат люди вообще капризные особенно в америке они требуют чтобы там все чеки чеки а там как и цитоном запахло из трубы как очевидного результата сразу нет они я вам абсолютно точно говорю потому что я знаю что я говорю ребята вы увидите совсем короткое время что это затея ошибочно что это просто провал и не будет никто не вспомните из несколько месяцев никто не будет даже помнить круги по воде пройдут я не хочу я не злобствую я просто факт вам говорю сегодня от президента вы услышите но все равно для того чтобы им выпал получать чек для того чтобы не сгорали баллы им нужно будет делать 60 баллов активности и все это будет состоять исключительно из таблеток маленьких и больших маленьких и больших таблеток и у них будет горы маленьких и больших таблеток которые ни хрена не работают извините следующий пункт и так продукт работает у нас сто процентов у них не знаю у нас оборот полтора миллиона у них 300 тысяч в месяц у них 300 тысяч долларов в год у нас линейка продуктов 30 продуктов у них два и у них придется затариваться четвертое логистика за полтора года я вам скажу правду вот у нас сколько недостатков вот 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 выше крыши я никогда не скрывал перед вами что компания и фай плохо работает обслуживает нас и наших клиентов что они недостаточно активны в этом направлении что мало складов что логистика страдает что бутылки кривые косы бывают этикетки то есть все я всегда об этом говорит но я не убегал никуда а продолжал биться в том чтобы проблему решать мы ждали продукт ребята мы ждали продукт 23 до 4 месяцев люди отдали 600 долларов заняли деньги в кредит потому что движуха такая и ждали терпеливо ждали мы вопили кричали требовали и компания запустила два завода сегодня у нас избыток бусто запустила третий склад один вам сердами обслуживаться европу нас европе много много стран где наши партнеры сидят украина склад заработал сегодня там избыток бусто и все товары в наличии и россию запустили москву ребят это сделать чрезвычайно трудно чтобы понимали на это требуется ресурсы финансовые время организационные усилия нужно быть подготовленным человеком нужно понимать как все устроено нужно преодолевать барьеры российские украинские там везде чиновники сидят и и американцам трудно пробиваться они как малые дети среди наших но вы поняли кого битых тертых и катанных таможенников и прочих разных чиновников это не так просто пробиться на наш рынок с таким продуктом кто-нибудь понимает что это так или и и и и и что это не бла 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 и мы прожили это мы перли по целине вот по пояс по 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 горло в этом камыше в трухе и во всякой разной дряни и мы пробили дорожку пробили 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 теперь у нас тропинка уже указанная асфальт у нас теперь только все начало они взяли свалили да что ж такое мне их так жалко этих ребят а им еще все предстоит я я слушаю как андрей шаура говорит да у нас продукт вот у нас продукт вот и выводит там трех человек несчастных ребят которые что-то там блеют ну как можно им сравниться когда весь интернет весь интернет заполнен продуктом мпг и нашими результатами и на катерах и на яхтах и на комбайнах и на бензопилах и на хрен знает на чем как они будут делать когда они создадут склад когда они наладят эту всю статистику когда они переведут все эти этикетки когда они создадут свой сайт когда это все еще предстоит а шуму пузыри ну согласны со мной но какой-то детский лепет я не знаю и наши люди итак по продукту давайте подведем это у нас продукт есть и он работает и мы уже информационное поле заняли и просто палец стихнуть некуда я помню был какой-то продукт появился когда мы начинали тоже power плюс какой-то тоже конкурент на рынке он сразу откуда-то испарился там какие-то ребята китайские магниты ставить там что-то раз и куда-то нахрен делись и и теперь какой-то придет придет новый продукт из америки где его массово сдают и и и и на рынке рядом с нашим продуктом с нашей системой и с такими орлы как мы встанет и что-то будет конкурировать да он мизинец никуда не вставит ножик не воткнет потому что затолкают это же рынок тут люди локастые локтястые нужно показывать такую продукт такой сервис такое такое обслуживание такой менеджмент а у них денег нет по три месяца лидером чеки не плакать о чем вы говорите это последний вздох их уже закрыли сегодня узнаете не просто плакать хочется жалко своих людей особенно когда они пели такие песни вы же видели здесь на прав тв как сергей пел песню классно мы команда прав тв мы победим сам взял и оборот мы идем к полутора миллионов долларов в месяц у нас будет концу этого года по три миллиона оборот это значит что чеки ваши взлетят а а им еще предстоит завести мы на 100 тысяч долларов я там слышал что такое заказали продукт это еще привезут и возможно а поскольку завод который от выпускает эти продукции имеет на руках судебное решение о том чтобы этой компании продукт больше не давать и что компания подлежит закрытию они об этом не говорят у нас есть широкая линейка продуктов которые позволяют нам вести бизнес цивилизованно не перегружать людей товары а пользоваться да ну например и кашин такой продукт я я не знаю у меня бутылка и кашина всегда с собой машину почистить адр устраняет запахи дезинфицирует все в машине дома у нас везде этот адрор а средства по уходу за кожей а кто не понимает что я говорю а у них что две таблетки которые одна маленькая другая большая который воняет ацетоном ну и моё вообще просто слов нет ну и склады у нас же уже есть у нас же уже люди у нас же конкретные мы столько шишек набили столько столько ну пережили перестрадали вы знаете как это больно когда звонит тебе партнер и говорит я уже вот три недели не могу получить продукт я же деньги взял в кредит ну что ж такое прямо сердце кровью обливается думаешь да что же вы гады делаете и когда говоришь с ними они ну алегригорь ну вот мы вот это делаем ну вот это делаем вот там вот вот на таможне вот такой затык и ты входишь положение тех и этих и понимаешь что только время что только постепенно что только пройдя пропахав на пузе ты получишь результат а не так споркнул как птичка сел на самую вершину и стрижешь деньги не бывает перейдем к деньгам первый продукт я вам показал плюсы и минусы деньги вот у нас я вам хочу сказать семнадцатый год я занимаюсь бизнесом сетевым маркетингом работаю в четвертой компании знаю очень много компаний я же читающий человек у меня связи есть меня везде приглашают люди показывают свои чеки хвалятся тремя двумя тысячами долларов с по 8 по 9 лет отработали на полном серьезе хвалятся лидеры и меня переманивают поверьте мне я боюсь показывать свой чек им ввести в прединфарктное состояние потому что я сам знаю как каково это когда ты пашешь семь восемь лет компании и выходишь на чек три тысячи долларов и думаешь что ты герой советского союза у нас же за полтора года мы имеем в моей команде люди имеют чеки три две пять семь восемь десять пятнадцать двадцать тридцать тысяч долларов в месяц за полтора года работы работы в интернете это это чудо это сверхъестественно такого ни у кого нет чтобы вы понимали если кто-то мало зарабатывает то просто или еще не работал как следует или не научился а кто серьезно работает посмотрите на людей красным цветом посмотрите сколько у нас сколько у нас людей которые реальную пользу выгоду невиданную имеет от этого бизнеса если бы это было не так они бы все разбежались если бы не было денег я бы здесь давно ушел я вам обещаю я костьми лягу за деньги за деньги своих партнеров никто никому не позволю чтобы мои партнеры перестали или мало получали мое главное достояние это деньги тех людей которые находятся в моей организации я ваш спонсор я вам обещаю что за ваши деньги я буду грызть с кем угодно я все положу на алтарь нашей победы главное чтобы вы зарабатывали деньги если вы будете зарабатывать деньги автоматом не придет я это знаю если кто-то думает о своем чеке о том что как можно быстрее загнать толпу и чтобы сразу чек вырос как там обещали мне правдолюбцы то это неправильный путь правильный путь когда дистрибьюторы партнеры получают много денег а у нас очевидный результат есть у нас люди которые зарабатывают у нас даже тренинг как заработать тысячу долларов в первый месяц и это же реально кто-нибудь из вас может подтвердить мои слова что вы действительно зарабатываете деньги что эти деньги приходят быстро легко на самом деле такого никогда и нигде не было еще мы первооткрыватели ребят и это правда это правда это истина и когда я слышу что андрей говорит что они там получают какие-то деньги но это просто это просто даже даже ложью назвать нельзя это спасибо это даже ложью назвать нельзя потому что они продукта в руках не держали они просто куда-то запулили свои деньги в пустоту и кто-то кому-то там начислили в электронном виде у них еще нет механизма вывода этих денег у них сайтов еще нет боже мой Сергей столбов хороший парень ну вот я много раз с ним разговаривал как и с андреем много раз разговаривал и все-таки он меня не послушал он пошел за человеком который бизнес понимает не совсем правильно я сейчас поясню позже чуть когда начну говорить о правстве и сегодня Сергей столбов получал бы каждый не каждую неделю две и более тысяч долларов но он их теряет он выбрал сам этот путь более того он подставил своих людей он повел людей своих туда где он сам теряет где он сам не получает в расчете на будущую на будущее на неизвестность на 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 какие-то обещания так не делают умные люди они пошли на целину в пустоту и так у нас товар продукт работает у нас просто в розницу в лёд идёт вот человек купил в лёд идёт продукт в розницу если ты ещё сеть не построил ты просто в розницу уже на 600 долларов взял на тысячу на продавал часть оставил для личного потребления я не видел нигде такого продукта который так легко бы продавался вы вдумайтесь какая-нибудь косметика или пищевая добавка или ещё что-нибудь это просто несопоставимая вещь а если ты приснул в бак буста человеку и у него старенькая какая-нибудь жигуленка поехала да вот же у тебя всё что угодно купит карьер и так продукт работы оборот у нас есть у нас линейка разнообразных продуктов у нас три склада у нас офисы есть два завода новых открыли у нас в Одессе офис открыли тренинговый центр обучающий и сейчас в Черногории нам ещё расскажут у этих ребят кроме проблем кроме отсутствия денег возврата товара его отсутствие на русском рынке и запах ацетона из трубы ни хрена к сожалению нет пока а они хорохорятся а что им делать это примерно как Грузия напала на Россию Россия напала на маленькую Грузию надо ври и всё а какой ещё выход если такое решение уже принято у нас карьеру люди делают я уже устал поздравлять получать просьбы поздравить людей с голдом платин рождаются посмотрите сколько плат у нас бриллиант даже есть бриллиант вы представляете бриллиант это же невиданный статус благодаря тому что команда работает так мастерски это же не я такой молодец это же все массово работает мы тридцать с лишним тысяч людей теперь самый один из самых важных моментов ребята я уж тут скажу вам откровенно у нас есть система прав ТВ у них еще предстоит сделать какую-нибудь лоховатую копию еще предстоит сделать и они называют это у нас уже плюс они рассказывают про какую-то мировую систему послушайте у нас есть прав ТВ и я знаю как это все начиналось в предыдущем бизнесе мы обкатывали эту систему у нас все время глючило ломалось портилось и не работало в самый ответственный момент затыкалось и надо было настраивать опять там все это мы только отработали у нас только все наладилось у нас сегодня тысячи людей каждый день смотрят наши тест драйвер а посмотрите все кто делают копию ну разве можно сравнить оригинал и копию пойдите в любой музей и посмотрите на оригинал любой специалист скажет вот это оригинал а вот это подделка копия у нас уже есть в интернете люди которые пытаются нас повторить и мы видим там 50 70 80 40 23 человека к сожалению не знаю почему система так работает у нас не техническая у нас технически сделано гениально совершенно никто никогда не повторит у нас хоть 100 тысяч человек может здесь сидеть просто за это заплатить надо будет но в пределах вашей абонентной платы мы можем 100 тысяч ваших партнеров обучать у них даже у тех кто уже работает несколько месяцев вы знаете о ком я говорю если у них будет наплыть людей они могут притормозиться так что все встанет а этим ребятам в попыхах предстоит еще что-то сделать все это накладывается на отсутствие продукта на отсутствие денег менеджмента компании у них даже офис находится в штате невада в маленьком городке в конторе где с ноутбуками ребята сидят чтобы любой момент можно было свалить чтобы знали вам все не расскажет об этом им просто задурили голову и они повелись как маленькие дети потом вот о чем я всегда говорил с андреем и он и всегда натыкался на недопонимание и сопротивление я ему говорил андрей ты деятельный парень ты мог бы гораздо быстрее если бы ты делал правильные вещи бизнес это когда наш сетевой бизнес это когда с огромной скоростью много маленьким людям и они по копеечке по маленькой бутылочке по паку голдпаку по 600 литров в интернете быстро 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 и у тебя будет огромная организация которая будет давать огромный доход не надо тебе на земле не надо тебе кожаное кресло офис огромный не надо тебе на презентации приглашать людей люди не любят ходить на презентации не хотят я ему много раз рассказывал об этом и с сергеем разговаривал и показывал например я люблю с вашей активностью вы уже давно были бы жемчугами и сапфирами если бы вы если бы вы правильно работали но понимаете людьми двигает то что ими двигать галстук принадлежность красивому бизнесу западло извините за выражение связываться с сетевым бизнесом слово спонсор неприемлемо понимаешь слишком крутой бочки тонны килограммы генералы руководители предприятия крутизна такая понимаете а это неправильно это неправильно это по мелкому мышление такое старинное мелкое надо современно мыслить сегодня из интернета люди не уйдут на презентацию в офис какой-нибудь но кто-нибудь понимает что я говорю вы 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 понимаете что это очевидная истина и они собирают людей по 10-15 человек с огромным трудом это же надо проехать через голод весь притащиться а как это дублицирует другие города а как это перевести в другие 55 стран мира ведь у вас у всех есть в организации люди которые находятся в других регионах в других городах это уже прошлый век но причина одна бонапартизм величие понимаете в чем дело доказать что вот вы так а мы лучше сделаем вот причина гордыня гордыня и это большой грех бог гордым противится а смиренным дает благодать я тоже так думаю что все на поверхности лежит умные люди же все видят я просто ставлю акценты точки итак у нас есть прав тв она работает там есть классные люди я могу выйти как лидер как спонсор и ничего не остановится потому что потому что у меня есть подготовленная замена из вашей среды вышли лидеры настоящие орлы звезды спикеры харизматичные люди которые понимают как все устроено ведь мало сделать технически надо понимать как все устроено нельзя трепать языком на тест-драйвах бла-бла-бла все что думаешь и говоришь надо говорить только то что работает для людей тогда люди приходят и приводят не стесняясь последствий своих друзей потому что они видят что работает и мы их постепенно от сайта до тест-драйва до тренинга до гол тренинга до платинового совета введем в бриллиант какие вопросы итак наше пребывание в интернете залог успеха только в интернете надо быть вооруженным и не следовать шором зашоренным путям понимаете и у нас есть практик им еще предстоит все отладить ой звук не работает ой то сё ой повисло ой обвалилась ой сайт рухнул ой то то а мы это прошли а без этого никак нельзя вы понимаете если человек хочет построить дом то он сначала роет котлован грязище если еще дождь прошел грязище по колено в дерьме ходишь а потом еще только основание фундамент а потом стены погнал грязные стены между прочим а потом еще только крышу а потом только окна поставил и внутри не штукатурено и все без сантехники страшно смотреть но это твой дом через это надо пройти потом потом отделка потом вся водоводка все электричество там то сё потом дизайн а потом можно наслаждаться а так чтобы сразу раз оба на и въехал на рынке где тебе все время мешают где ты сам если не понимает то дом криво поставил то там денег не хватило то тут времени нет то здесь непонятно как делать согласны со мной еще нас с вами скоро будет 35 тысяч партнеров когда такая большая организация за полтора неполных года образовалась то это о чем-то говорит эта масса людей выдвигает на поверхность своих лидеров эти лидеры выдвигают своих поменьше и у нас образуется система которая неубиваем которая стоит крепко верхние зарабатывают больше меньше поменьше нижние хотят новые заходят новые заходят из них же вырастают новые лидеры и в любой момент любой может подняться выше всех основание есть какое продукт не стыдно он работает классно оборот растет можно смело стоять за тобой большая организация весь интернет информационное пространство захвачен конкурировать не с кем линейка продуктов расширяется мы свободно работаем мы не перезатоварены товаром ни за один продукт не стыдно это классно недостатки без которых невозможно кремые косые стены все что я сейчас только что говорил о постройке дома этот путь мы уже прошли и мы уже в отделанной почти квартире находимся когда мы расставим мебель подождите мало не покажется доставка служба поддержки всякие разные упаковки открытие стран это все это все уже постепенно доводится и конечно спасибо тем ребятам которые ценой своих чеков ценой своего будущего они взяли с нами конкурировать они конечно заставили наших владельцев и компанию в целом вздрогнуть понять что это не шутки что топливный рынок о котором мы так долго говорили что на русском рынке здесь миллиарды долларов лежат что на него тоже кто-то зарится и что нужно всерьез прислушиваться к тому что говорят лидеры и мы услышали это я лично услышал Венди Льюис и Рэнди Рэй владельцы компании принесли извинения за то что они недооценивали нашу с вами команду недооценивали все величие и масштабность нашего рынка и они сказали мы исправляемся ребята мы честно говорим мы недооценивали вот как обстоит дело ну и последнее что я хочу сказать самое важное я часто об этом говорю бизнес надо делать быстро слово скорость темп имеет колоссальное значение мы набрали с вами скорость мы уже летим ну а как по-другому сказать что в нашей среде есть бриллианты как по-другому сказать что в нашей среде есть люди которые зарабатывают десятки тысяч долларов в месяц за полтора года это же пример для других как как еще объяснить что весь интернет вот соответствующая среда перезаполнил результатами по бизнесу и по продуктам по результатам от продукта от МПД от наших продуктов как еще сказать мы же захватили территорию плацдар и мы несемся с бешеной скоростью и тот кто сейчас подключается он просто где-то там в хвосте ему разогнаться надо ему надо выложить на стол такие аргументы такие карты такие свидетельства такие плоды и результаты таких лидеров поставить таких подготовленных людей привести такую систему продуманную новую совершенно как андрей все время говорит 50 он с трудом наверное понимает что такое 5030 но мне так кажется такие вещи противопоставить чтобы нас хотя бы приблизиться к нашей скорости но этого же нету к сожалению есть одна только напыщенная лживая информация я сожалею что это так я хорошо отношусь с моим людям ко всем и причина что андрей долгое время не был жемчугом потом наконец разродился и у него случилось 50 циклов в месяц и тут же он слетел и сейчас он но сейчас он уже никто а в сентябре он уже не был жемчугом причина состоит в том еще раз повторяю что он неправильно действовал он бы говорю давно был сапфиром при его активности если бы он просто смирив гордыню делал то что мы все делали а он презентации организовал на земле он терял время темп он бочки хотел продвигать он говорил что у него своя топливная компания топливная транспортная компания таксопарк и он своих таксистов поэт нашим бустам и делал закупки для того чтобы платину делать для того чтобы потом продавать я с ним я ему показывал я же не могу ему руководить им но я ему говорил андрей ты знаешь что дорогой это не совсем правильно потому что у других людей нет такой возможности у них нет таксопарка у мамы им некому продать столько буста он зале григорь еще мне рассказывать я делаю растяжки рекламные на дорогах над иркутском ангарском нанимаю менеджеров в снимаю офисы они с утра до ночи торгуют моим бустам о чем он мне рассказывает я говорю андрей это неправильно ты ты опаздываешь сам ты отстаешь и людей заводишь в заблуждение не надо так делать делай как все мы я вам покажу я вас достану я вас достану он все время мне говорил что он меня достанет по карьере но видно вот что то не складывается а причина понятная почему потому что у него не совсем правильное представление о том как надо это делать поэтому сейчас являясь лидером для той группы людей которые пошли за ним я сожалею но многие разочаруются в тех методах которые он предлагает сегодня на современном рынке не работать только в интернете это смерти подобных есть два вида компаний те которые в интернете и те у которых нет будущего говорил великий билл гейтс и умышленно уводить людей из интернета и делать растяжки на дорогах рекламные и продавать буст через менеджер за свои собственные деньги это неправильно я хочу вам сказать что мы на правильном пути у нас все нормально все спокойно у нас все продолжается больше на эту тему я говорить не стану если кто-то хочет еще туда пойти добрый путь добрый путь без всяких обид идите делайте что хотите только потом обижайтесь на себя ни за кого не переживаю никого держать не буду единственное что жалею ваши деньги жалею ваши деньги последний раз я на эту тему говорю и больше мы не будем на эту тему говорить в том числе прочитать умный мелочный и эгоистичный это правда все равно прощайте им если вы проявили доброту а люди обвинили вас в тайных личных побуждениях все равно проявляйте доброту к ним если вы добились успеха то у вас может появиться множество мнимых друзей и настоящих врагов все равно добивайтесь успеха если вы честны и откровенны то люди будут обманывать вас все равно будете честны и откровенны то что вы строили годами может быть разрушено в одночасье все равно продолжайте строить если вы обрели безмятежное счастье вам будут завидовать все равно будьте счастливы добро которые вы сотворили сегодня люди позабудут на завтра все равно творите добро делитесь с людьми лучшим что есть у вас и хотя этого никогда не будет достаточно все равно делитесь самым лучшим что есть у вас в конце концов вы сами убедитесь что все это между вами и богом все равно это никогда не было между людьми и вами речь идет только лишь о нашей с вами жизни и и ее связи с богом я желаю вам удачи друзья мои ни на кого никаких обид мы желаем всем процветания пусть они добьются успехов нам конкуренты нужны самое главное держитесь будьте стойкими всыпитесь как бульдог в свою цель сожмите зубы один раз и не позволяйте вас купить куском хлеба будьте мужественные стойки держитесь работайте много быстро правильно и долго хотя бы года три и бог который все видит он воздаст по заслужил по заслугам каждого потому что нам нужно помнить господа бога своего ибо он дает нам силу приобретать богатство слава ему все спасибо вам за внимание я всех обнимаю желаю вам удачи особое рукопожатие лидера всего доброго мы победим сто процентов даже никаких сомнений никого не бойтесь жмем вперед мы с вами до победы пока